Лидеры государств Евросоюза и НАТО не прекращают попыток предотвратить опасное развитие кризиса вокруг Украины, связанного с концентрацией российских войск на границах этой страны. В понедельник с визитом в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день Шольц отправится в Москву, где ему предстоит встреча с российским руководителем. Прежде аналогичные миссии предприняли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Все они выражали поддержку Украине и добивались от Москвы обещаний воздерживаться от недружественных действий в отношении ближайшего соседа. Президент США Джо Байден о том же говорил своему российскому коллеге по телефону. Россия со своей стороны требует от Соединенных Штатов и НАТО гарантии безопасности, включающих обязательство отказаться от расширения альянса за счет присоединения бывших советских республик. На этом фоне оживленную дискуссию вызвали слова украинского посла в Лондоне Вадима Пристайка о том, что его страна может проявить гибкость в вопросе о членстве в НАТО, чтобы предотвратить вооруженный конфликт с Россией. В понедельник дипломат уточнил, что положение о стремлении Украины вступить в НАТО закреплено в Конституции. О том же заявили другие официальные лица в Киеве. Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль не видит изменений во внешней политике Украины. Подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО, он безусловно, это был бы шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности. Прохожие на улицах украинской столицы по-разному относятся к идее членостов в организации Североатлантического договора. Многие страны четко высказали свое мнение и дают понять, что не очень-то они нас там ждут. В прошлом Россия напала на нас, когда мы по Конституции были вне блоков. Поэтому я не вижу никакого смысла отказываться. Однозначно нужно быть уверенным, что наш европейский друг и партнер сможет гарантировать нам безопасность. Лично я выступаю за союз с Россией. По мнению главы британского кабинета Бориса Джонсона, диалог очень важен, но суверенное право народа Украины стремиться к членству в НАТО не может быть предметом торга. Российская армия тем временем продолжает серию военных учений, часть из которых проводится неподалеку от украинских границ и восточного фланга НАТО. Как сказал на встрече с верховным главнокомандующим, министр обороны России Сергей Шойгу, боевая подготовка идет по плану. Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время. Хотел бы отметить, что по всем направлениям отрабатываются самого разного рода действия противника. Одновременно с поездкой канцлера Шольца в Киев Бундесвер начал переброску 350 солдат и 100 единиц техники в Литву. На долю Германии приходится половина из 1200 человек личного состава воинского контингента НАТО в Балтийской стране. Альянс укрепляет свои передовые рубежи на Востоке с 2014 года, когда Россия присоединила Крым и начался конфликт в Донбассе. Первая партия из 100 немецких военнослужащих уже приземлилась в Каунасе. В скором времени прибудут остальные многонациональные батальоны НАТО, помимо Литвы, расквартированы также в Латвии, Эстонии и Польше.